В настоящее время личность гражданина России на территории Российской Федерации удостоверяет определенный перечень документов. Самый главный – это паспорт гражданина России, который удается в 14 лет. Несмотря на отсутствие фотографий свидетельства о рождении, является таким документом, удостоверяющим личность. Дипломатический паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего, ну, этого офицерского состава, военный билет и удостоверение беженца. Проект цифровой паспортизации в России пытались реализовать уже 10 лет. Первый анонс был опубликован еще в 2013 году. Он был предоставлен в виде пластиковой карты. На лицевой стороне документа должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место рождения, номер, дата оформления и срок действия удостоверения. На обратной же стороне по желанию владельца можно было бы расположить ИНН и СНИЛС. Однако после анонсации не раз был заморожен. И только в этом 2023 году было на официальном уровне объявлено о разработке и выходе проекта. Законодательная база по данному переходу уже и фактически, и практически готова. Есть несколько причин, которые пока не позволяют ввести данный электронный паспорт. Но самая главная, на мой взгляд, причина, это нежелание многих граждан, то есть большого количества граждан, проводились опросы социологические, 41% респондентов отказались менять бумажный паспорт на пластиковую карту. Это достаточно большое число, чуть меньше половины, но их много. У данного проекта есть большое количество весомых плюсов, такие как безопасность. Документ может содержать биометрические данные, которые сложнее поделать. Предполагается, что он будет защищен цифрованием, что снижает риск мошенничества и кражи личных данных. Удобство. Электронный паспорт можно использовать в различных сферах жизни, таких как банковские операции, оформление документов, онлайн-сервисы и так далее. Экология. Производство цифрового паспорта будет намного безопаснее для экологии, нежели их бумажный аналог. Минусы у данного проекта тоже есть, такие как подверженность кибератакам, высок риск утечки данных, если документы не защищены соответствующим образом. Также могут возникнуть проблемы с доступом в случае сбоя. Конечно, немаловажную роль играет стоимость введения и обслуживания цифрового паспорта. Ариана Поленова, Универньюз.